Ритуальные товары стали еще дороже. Только за месяц стоимость гробов выросла на 30%. Деревянные кресты подорожали на 20%, а металлические оградки для могил в 2,5 раза. Это данные из интернета в целом по России. Такой ли рост именно по Кирову и по какой причине так поднялись цены? Об этом сейчас поговорим с корреспондентом Еленой Чихомовой. Елена. Здравствуйте. Увидела сегодня цитату в интернете. Если могильщики поднимают цены, значит стоимость жизни растет. Автор Максим Звонарев. Что ж, все дорожает, но ритуальные товары сейчас что-то обогнали средний уровень инфляции. Вот послушаем мнение одного из кировского предпринимателей. Закупочные цены увеличились. На эти же гробы, я же их не сам делаю, я их покупаю. Поднялись на камни закупочные цены. На железо очень сильно поднялось. Буквально на 300%. Железные кресты, оградки, столы, скамейки. Все вот это увеличилось почти в три раза. То есть транспортные расходы. Доставка уже дороже стала. Я, соответственно, у себя поднимаю их. Я не могу дешевле продавать. Никто не любит об этом говорить, но все, в общем-то, знают, что похороны – дело не дешевое. Не секрет, что некоторые пожилые люди даже при жизни начинают заранее копить. Так вот, теперь откладывать придется, видимо, еще больше. А какие вообще цены на эти товары и услуги? Ну, я вот сегодня поинтересовалась. Так уж пришлось. Гроб можно купить и за 4 тысячи рублей. Но похороны в целом, без учета поминок, все равно, даже вот в самом экономном варианте, выйдут все равно не меньше 20-30 тысяч рублей. Особенно теперь. Производители похоронной продукции объясняют скачок цен тем, что подорожали сами материалы. Производить хоть гробы, хоть мебель – все из дерева. А оно в цене выросло. Хоть оградку, хоть арматуру для строительства – все металл. А цены на него за тонну были 40 тысяч, а стали чуть ли не 100. Вот и объяснение новых ценников, в том числе на кресты и скамейки. Действительно, повышение цен на стройматериалы произошло. В среднем это порядка 150-200% произошло. Вот, ну, если брать июль 2020 года к июлю 2021 года. Ростар нам дает 24% июль к июлю. Я думаю, что стоит считать в 2-2,5 раза в среднем по разным видам стройматериалов. Но надо понимать, что цены в ритуальных магазинах формируются поэтапно. Вот, во-первых, производитель. Он поднял цену, ну, например, потому что сырье подорожало. Далее у нас идут дилеры. Они ценник еще подняли в силу каких-то своих причин, например, сезонности. Ну и, в конце концов, магазин. У него своя наценка. Ну и, наверное, здесь еще как-то повлиял коронавирус. Кстати, да, сегодня вот когда общалась с предпринимателями, они говорят, что в пандемии у них стало примерно в полтора раза больше заказов. Есть ажиотаж, есть и причина поднять цены. А вот всегда ли цена адекватна – это вопрос. Послушаем мнение специалиста. Ну, повышение есть незначительное. Может, процентов на 10. А остальное, что там говорят, на 60, на 50, на 70 процентов. Это создано искусственно, чтобы, соответственно, сорвать побольше денег с населения. Потому что неизвестно, когда еще будет какая-то, скажем, пандемия и так далее. Из-за этого люди начинают так с себя многие ритуальные компании непорядочно вести. То есть все слышали, сырье подорожало, цены на все растут. А вот на сколько, как проверишь, да? Ну, тем более такой специфический товар, человек в тяжелом состоянии после смерти близкого человека, в горе. Не пойдешь ведь тут, ну, везде цены сравнивать, гроб купить, не холодильник для того, чтобы мониторить цены. Но, тем не менее, специалисты говорят, что если все-таки есть возможность, поузнавать цены стоит. Потому что прибавка в цене есть везде, но все-таки везде она разная. Спасибо, Лена, за материал. Мы продолжаем.